Библия Некоторые элементы, которые согласно автору, согласно Духу Святому, который является главным составителем или главным автором Священного Писания, некоторые элементы Писания, они в большей степени подчеркнуты, они повторяются больше, они описаны подробнее. Вы знаете, когда мы читаем некоторые книги Библии, и там за короткий промежуток времени проходит несколько тысяч лет или сотен лет, и когда мы читаем какую-то главу, в которой описано буквально несколько часов на протяжении нескольких страниц. Вот что-то подобное мы имеем, когда мы соприкасаемся с историей распятия нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос на кресте – это не просто история, Иисус на кресте – это не просто религия, это не просто образ, который вдохновляет людей. Иисус Христос на кресте – это наивысшая точка соприкосновения неба и земли. Иисус Христос на кресте – это точка соприкосновения Божьей справедливости и Божьей огромной любви. Это то, что превыше всякого человеческого понимания. Вот почему четыре евангелиста очень подробно описывают эту картину. И они не просто ее описывают, они ее показывают нам в очень ярких красках для того, чтобы впечатлить нас, чтобы оставить в нашем сознании вот эту картину так, чтобы она запомнилась, так, чтобы она произвела свою работу, так, чтобы она изменила нас. И Иисус на кресте в действительности изменял и продолжает изменять людей на протяжении тысячелетий, миллионы людей. Вот почему для меня нет более приятного занятия, более ценного, более дорогого для моей души, как снова и снова смотреть на распятого Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, 19 главу Евангелия Иоанна, и мы продолжаем изучать эту историю. У нас есть еще сегодняшняя и следующая проповедь, и, наверное, я еще возьму одну проповедь, немножко внеочередную, для того, чтобы посмотреть на все эти события вместе. Давайте посмотрим на вот этот центральный элемент, который, как я уже сказал, является кульминационной точкой всей истории. 23 стиха мы читаем Иисус Христос на кресте. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части каждому воину по части, и хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Римские воины привыкли к этой очень жуткой работе. Их жестокие черствые сердца видели тысячи мертвых людей, они сами были инструментом убийства в самых разных ситуациях. Но в данной точке, мы видим, они сосредотачиваются на одном. Что они могут получить от этого? Кстати, то, что не делят одежду, говорит о том, что одежда в то время была большой ценностью. Это сегодня гудвиллы заварены в любой магазин при детей, и огромное-огромное количество всяких разных тряпок. И не только тряпок, а может быть что-то получше, чем тряпки. Но в то время одежда была сверхбольшой ценностью. Помните, когда отдавали дочку замуж, то отдавали ей сколько-то перемен одежды. В зависимости от того, сколько она одежды получила, наследство, это было, это говорило о ее состоянии. Одежда была большой ценностью. Поэтому воинам, которые совершали распятие, давали это право, их была одежда. Одежда человека Распинаева принадлежала этим воинам. Это было, их было четыре воина. В отделение римской армии входило восемь человек. Это, значит, половина отделений, которые участвовали в этой работе. И вот они делят эту одежду между собой. Причина, почему Иоанн говорит об этом, заключается не в том, что он хотел подчеркнуть, что одежду делят. Причина в том, что он рисует нам картину, что происходит вокруг креста. Иисус прибитый, Иисус на кресте. Мы в прошлый раз говорили, что это значило само распятие. Сам факт того, что человек Распинает, это ужасные боли, это стыд. Человек висит практически голый. Вокруг насмешки. Над ним табличка с виною. Это специально сделано, поставлено у дороги для того, чтобы все видели. То есть здесь колоссальное давление, психологическое, моральное, тяжелейшая боль, жесточайшая боль. Причем боль такая, что человек не умирает сразу. Не затронуты жизненно важные органы. Сердце на месте, печень, почки на месте, легкие на месте, голова на месте. То есть он продолжает жить, но он живет в ужасных мучениях. Это была задумана так, специально задуманная казнь. Вот Иисус находится на кресте. И Иоанн рисует картину, что происходит вокруг креста. В этот момент воины, наконец, они получили свою часть. И они находятся в процессе, они делят одежды. Здесь, кстати, множественное число одежды. Речь идет о том, что, скорее всего, было несколько частей одежды. Вот, возможно, верхняя, нижняя одежда, головной убор, сандалии, пояс. Вот еще что-то они делят между собой. Но это не так важно, сколько и какая там одежда. Другие евангелисты добавляют, что воины были не одиноки в своей жестокости, безразличий, полной бесчувственности по отношению ко Христу. 39 стих. Евангелие от Матфея, 27 глава, 39 стих. «Проходящее же злословие ли его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». То есть мы видим воины, которые абсолютно черствые и бесчувственные. Дальше мы видим случайных прохожих. Как я уже сказал, кресты специально ставили у дороги для того, чтобы была максимальная exposure или максимальная открытость, чтобы много людей могли увидеть. Ставили у входа в город. Люди идут в город, выходят из города. И вот случайные прохожие идут, и они добавляют свои пять копеек для того, чтобы причинить еще больше боли распятому. «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий». Здесь же мы видим первосвященники с книжниками, 41 стих. Другая группа стоит. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в него». Попробуйте ощутить вот эту враждебность, тотальную враждебность толпы. С каждого угла, каждый человек, образованный, нет. Люди, которые знали Иисуса и враждовали против Него, и случайные прохожие, воины, которые только что распяли Его, все против Него, все озлоблены. 43 стих. «Уповал на Бога, пусть теперь Он избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал, Я Сын Божий». Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. Еще одна часть. Вокруг креста, с одной стороны и с другой стороны, еще два креста. Два разбойника, которые были распяты рядом с Иисусом Христом, оказывается, и они тоже включаются в этот процесс. Кстати, евангелист Лука описывает, что один из них изменил свое отношение ко Христу и потом стал останавливать второго, но это было немножечко позже. Так вот, нарисовал вот эту картину, Иоанн потом поворачивает свой прожектор, и он показывает нам Христа на фоне этого. Посмотрите, чем занят Христос. «При кресте же Иисуса стояли матери Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев матери, ученика стоящего тут, которого любил, говорит матери своей, «Жена, это сын твой!» Потом говорит ученику, «Это матерь твоя!» И с того времени ученик взял ее к себе. Заметьте, что вокруг креста очень мало сторонников Иисуса Христа. Но это было, во-первых, опасно. Вы помните, что ученики разбежались в Гефсиманском саду, потому что они понимали, что их могут загрести тоже вместе. Это первая была причина, почему это так. Во-вторых, конечно, это было очень непопулярно, когда вся толпа здесь вместе, все едино, а они проклинают распятого, то стоять и сочувствовать Ему – это очень неудобно в данной точке. Но четыре человека здесь есть. Четыре человека здесь есть. Посмотрите. Мария – мать Иисуса Христа. Кстати, здесь сказано «матерь Его», здесь даже не названо имя. Это еще одна очень интересная часть Библии. Новый Завет нигде не превозносит Марию. Нигде не показана ее какая-то суперроль. Вот она всегда в low-key, то есть всегда она проходит где-то вот так. Она верная. Она знала, что ее сын – сын Божий. Она знала, что то, что происходит здесь, имеет какие-то глобальные последствия, и поэтому она стоит здесь. Дальше ее сестра Мария Клеопова. Дальше третья женщина Мария Магдалина. И кроме них еще есть один. Есть еще Иоанн. Кстати, евангелист Иоанн – еще одно отличие. Он тоже никогда не называет себя по имени. Но он в этом всем Евангелии называет себя как-то другой ученик, или в данном случае ученик, которого любил Иисус. Он говорит о самом себе здесь. Заметьте состояние сердца Иисуса. Вам было когда-либо больно? Помните, когда вы сильно ударили молотком по пальцу? Что вы об этом в этот момент думали? Особенно если кто-то подставил что-то, что этот молоток сорвался. Что вы думали о тех людях, которые рядом? Вот когда ужасная боль, когда все просто горит внутри, когда в шок болевой входит человек. Естественно, в этот момент человек думает о том, что больно. Есть русская пословица даже. У кого что болит, тот о том и говорит. Вполне естественно, чем больше боли, тем больше мы, естественно, сами внимание на себе сосредотачиваем, во-первых. И во-вторых, мы находим оправдание. Мне же больно. Как я могу о ком-то еще думать? Мне неудобно. У меня катастрофа. Теперь представьте себе, когда вот эта боль увеличенная в миллион раз. физическая боль, ужасное моральное давление, ужасное унижение до самого-самого низа. И вот в этой всей ситуации Иисус продолжает думать о других. В этой ситуации мы видим величие и красоту Божьего Сына. Это не просто геройство. Это настоящий характер. Это настоящий характер Сына Божьего. И мы видим Иисус, обращая внимание на Свою мать. По всей видимости, Иосиф к этому времени уже умер. Он был старше Марии. Мы знаем, Марии было около 50 лет здесь. По сложившемуся тогда порядку, старший сын должен был заботиться о матери. Скорее всего, Иисус заботился о ней всегда. И мы видим ее часто вместе с Иисусом, вместе с этой группой людей, которые сопровождали Иисуса Христа. Интересно, что на данный момент еще ни один из братьев Иисуса не уверовал. Они все уверовали после воскресения Христа. На данной точке. В данной точке их не было здесь, и они не были верующие. И поэтому Иисус просит Иоанна, или поручает Иоанну заботу о своей матери. Это очень интересно. Когда он уже умирает, он последнее думает, Иоанн, позаботься о маме. Кстати, Иисус не только о матери заботился. Вы помните, Иисус смотрел на этих людей и говорил, отче, прости им. Не знают, что делают. Помните, когда этот разбонник, который висел, стал просить прощения у него или стал признавать свою вину во всяком случае. Иисус заботится о нем. Вот как будто, когда читаешь это, то упускаешь боль. Упускаешь ужас, агоний. Упускаешь все то состояние, в котором находится Иисус. Ну вот здесь происходит самое интересное. Сразу после того, когда он позаботился о своей матери, Иисус произносит одно слово, которое играет колоссальную роль. И я хотел бы на него посмотреть сегодня в течение нашей проповеди. 28 стих. После того, Иисус, зная, что все уже совершилось, дозбудется Писание и говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса войны, наполнив уксусом губку и наложив на исток. Поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И преклонив главу, предал дух. Слово «совершилось» имеет колоссальное значение. Мы не совсем понимаем его, особенно, кстати, в английских переводах это слово еще хуже переведено, чем в русском. It is finished по-английски, вы видите. Это слово намного более глубокое, намного более значимое. Я вам приведу перевод, более подробный перевод оригинального греческого слова. Греческое слово «телео». И это слово означает завершить деятельность или процесс, довести до конца, завершить, исполнить, выполнить, осуществить. То есть, когда Иисус говорит «совершилось», Он не просто говорит «ну, кончилось». Он не просто говорит «ну, дело сделано». Иисус – это триумфальный, такое торжественное провозглашение, окончание миссии. Он говорит о том, что огромные силы были вовлечены, очень много времени было вложено, очень большие процессы осуществлены, и вот сегодня Он подходит к этой финальной точке, которую Он наблюдает. и для Него это очень важно, когда Он говорит «произошло». Это, знаете, подобно, конечно, это очень трудно сравнить с чем-либо, но представьте себе запуск космического корабля. К нему готовятся очень долго. Помните, у нас астронавт Джефф Уильямс был пару недель назад здесь, и он рассказывал о себе подробно. И вот с того момента, когда человека избирают или же его включают в состав команды, и до того, когда он полетит, два года проходит. То есть два года интенсивной подготовки. Это кроме того, что он готовился вообще, чтобы астронавтом стать. И дальше все это состыковывается потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ракеты, время, задачи, процессы, которые там делать будут, все расписание. И потом, в конце концов, вся эта команда, которая в центре управления полетом, они смотрят, они следят за этим всем делом. И вот взлетела ракета, и потом вот они смотрят, состыковалась. Это знаете что? Это два года подготовки. Вот приходят к этой точке. Так это только два года. В жизни Иисуса Христа, или в том, что сказал Иисус, совершилось тысячелетие прошлое. Тысячелетие подготовки к вот этому моменту. Это был сверхважный момент в человеческой истории. Говоря о этом слове «совершилось», я хотел бы немножечко подробнее объяснить его или представить несколько примеров, как оно применяется. В послании к Ефесянам, в 4 главе апостол говорит о задачах служителей, что они должны вести людей к зрелости духовной, к духовному совершенству, полноценной духовной жизни. Он говорит следующее. «Доколь ли все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного». Вот то же самое слово «телеоис». То есть там глагол был, здесь в данном случае прилагательный. Он говорит «мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Или в другом месте, в послании Колоссянам, 1 глава 28 стих, «которую мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным». Опять то же самое слово «во Христе Иисусе». То есть речь идет вот о чем. Когда Иисус говорит «совершилось», Он говорит о совершенстве, которое достигнут. Он говорит о том, что что-то Бог достиг в истории, и то, что Он достиг, ничем иным, как совершенством нельзя назвать. Три аспекта этого совершенства я хотел бы отметить, особенно и немножко посмотреть вместе с вами на них, для того, чтобы потом попросить у Господа Его силы, Его мудрости, Его действия в нашей жизни связаны с этим. Первое. Слово «совершилось» говорит о достижении полноты земной жизни Иисуса Христа. То есть когда Иисус говорит «совершилось», Он подводит итог своей жизни. Он жил 33,5 года. У каждого из нас есть представление о полноценной жизни. Вы, наверное, слышали такое выражение «жизнь состоялась» или «не состоялась». Люди по-разному представляют собой, что значит прожить жизнь. Вот подумайте сейчас, вот вы, конкретный человек, вы находитесь на этом месте. Подумайте сейчас, для чего вы живете жизнь. Подумайте, что вы хотите. Или, так скажем, как вы представляете, что ваша жизнь достигнет полноты. То есть вот действительно стоит того, чтобы жить. У разных людей это по-разному. Кто-то видит полноту жизни в карьере, кто-то в деньгах, кто-то, помните, что тебе нужно для счастья. Он спрашивает «для полного» и отвечает «6400». Это один литературный герой. То есть разные есть люди, которые представляют себе по-разному счастье или же полноту жизни. Кому-то кажется, что полнота наступит, когда выйдет замуж или женится. Полнота может наступить, если хорошо жена кормить будет, но это не та полнота. Это не совсем та полнота. То есть когда мы говорим о том, чтобы человек имел полноту жизни, смысл и цель, для чего он живет. Помните русская пословица? Человек должен своей жизнью. Три вещи говорят. Построить дом, родить сына и посадить дерево. Опять люди представляют себе, для чего-то жизнь нужно прожить. Так вот, образование, карьера, деньги, материальные ценности, способность заниматься любимым делом, признание, желание быть любимым, удобство, удовольствие, причем от низменных до самых возвышенных, искусство, политический, религиозный активизм. Это все то, чем живут люди. Но заметьте, Иисус живет чем-то другим совершенно. Иисус измеряет свою жизнь абсолютно другими мерками, другими категориями. Он измерял эффективность своей жизни мерками неба. Евангелие Иоанна, 6 глава, 38 стих, помогает нам увидеть, что значит слово совершилось. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть Иисус живет на земле, и Он измеряет свою жизнь не тем, чтобы достичь каких-то социальных переустройств в обществе, и не тем, чтобы получить как можно больше удовольствия, и не тем, чтобы научиться зарабатывать денег как можно больше, и не тем, чтобы иметь престиж и уважение в карьере своей. Его цель совершенно другая. Каждый шаг своей жизни Он измеряет одним вопросом. Является ли это, соответствует ли это тому, что Бог хочет от меня? И на это есть причина. Иисус живет так непросто, потому что, ну, монах. Вот монахам так положено. Он святой. Вот святой действительно, он так и должен жить. Постоянно у Бога спрашиваешь, что же делать. А все остальные живут просто так, как им представляется правильно. Нет, Иисус – совершенный разум. Иисус – совершенный человек. И когда Иисус задает вопрос в каждой ситуации, а что же Бог хочет от меня, Он делает это по одной причине, потому что this is the best option. Потому что это наилучший вариант действий. Это наилучшее, наиболее точное вложение каждого мгновения жизни. И представьте себе вашу жизнь. Как часто вы задаете вопрос, а что Бог хочет? Как часто вы задаете вопрос, а как же правильно с Божьей точки зрения? Ну, чаще всего люди задают этот вопрос два раза в жизни. Когда в Америку уезжали, когда женятся. И туда же, когда задают этот вопрос, то задают, ну, так скажем, в общем-то, хотелось бы, конечно, получить Божье благословение, но скорее люди хотят Бога на свою сторону перетащить, чем сами стать под Божьей водой. К великому сожалению. И по этой причине жизнь людей пуста. По этой причине жизнь людей превращается в бесконечную погоню за смыслом, которого нет. они пытаются найти его везде. Им постоянно кто-то мешает, постоянно что-то не получается, постоянно с чем-то сталкиваются, с явлениями, которые, ну вот, украли их мечту, которые лишили их мечты. Постоянно кто-то виноват, есть политики, теща, жена, дети непослушные, болезнь, которая свалилась, всякие разные вещи, которые лишают полноты и смыслы, и всех нашли виноватых. Проблема только в том, что полноты-то нет. Смысла жизни нет настоящего. Ну, заметьте, когда Иисус говорит это слово, для него это не только, знаете, что-то большое, вот решение нужно было принимать, сойти на землю, но там, конечно, нужно волю Божию знать. Или пойти на крест. Заметьте, Иоанн приводит, или Иисус говорит эти слова сразу после явления, которое нам может показаться очень незначительным. Сразу после того, когда Иисус позаботился о своей матери. В жизни Иисуса Христа была цепочка всяких разных событий. И в данной точке Он висит на кресте, Он прибит, Он переживает страшнейшую боль, но Он в данный момент, Он думает, что же правильно здесь, правильно о матери позаботиться. И поэтому боль отступает. И поэтому Он отодвигает ее в сторону. Потому что волю Отца исполняет, пропитан волей Отца. Посмотрите еще раз, Иисус увидев в матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей жена, это сын твой. В жизни Иисуса было множество подобных ситуаций. Когда Он заботился о самых маленьких. Помните, Он заботился о тещи Петра и Целировой. Помните, Он обращал внимание на детей, которые окружали Его постоянно. Помните, Он плакал у гроба Лазаря. Он не оттолкнул женщину, которую взяли в прелюбодеянии. Он долготерпеливо прощал учеников в самых разных мелочах, в их провалах, в их залетах разных, которых у них было очень много. Он спокойно отвечал Пилату, когда Он говорил о спасении. Он говорит о спасении рядом висящему разбойнику. И во всем этом послушание Богу, исполнение Его воли было главным фактором, который определял поступки Христа. Теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет наша с вами жизнь, насколько мы в своей жизни можем увидеть сущность совершенства. Причина, почему Иисус так поступает, заключается в том, что у Бога есть план. Этот план, который характеризуется тремя очень важными словами. Они отражены в послании к римлянам, 12 глава. С первого стиха мы читаем, здесь так написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, оказывается, есть воля Божия о каждом из нас. Есть воля Божия о вас, дорогой друг. Воля Божия включает в себя определенный комплект обстоятельств, определенный комплект качеств генетических ваших, как вы родились, время, в которое Бог позволяет вам жить, люди, которые вас окружают, самые разные процессы, которые происходят, миллионы процессов, которые находятся под контролем владыки Бога, который видит все, знает все и контролирует все. И у него есть воля. Это воля благая, угодная и совершенная. Благая – это значит добрая, угодная – это значит вам подходящая и совершенная лучше не найдете. Я как-то говорил о том, что я когда-то играл в шахматы, и вот когда только пошли компьютерные вот эти программы, с которыми можно играть. Так вот, с ними чрезвычайно трудно играть. Почему? Потому что компьютер просчитал намного больше ходов, чем ты способен. И поэтому он просчитал, он находит тот perfect, совершенный ход. У тебя не хватает ума даже все это увидеть. теперь, когда мы говорим о Боге, Бог обладает умом, который неизмеримо больше любого компьютера. И Бог уже просчитал все очень точно и в Своем Слове открыл. И все, что нам нужно сделать в любой ситуации, спросить у Него, какой ход, что я должен сделать. В каждой конкретной ситуации, друзья мои, ваша жизнь будет полноценной или нет? Зависимо от того, насколько в каждой ситуации вы будете искать исполнение воли Божьей того, что Он хочет, или же будете искать свою собственную волю. Реализацию своих собственных желаний, реализации своих собственных капризов, своих собственных страстей, своих собственных представлений. Наша проблема заключается в том, что эти страсти, эти представления очень часто делают нас тем, кто мы есть. Проблема только в том, что этот человек, он свои желания реализует так, что они являются убийственными для него самого. Чем больше и чаще ваши решения, отношения и действия будут определяться волей Божией, тем более полноценной будет ваша жизнь. То есть, когда Иисус провозглашает «совершилось», когда Иисус говорит эти слова, Он в этом слове говорит, что Он свою жизнь прожил в соответствии с Божьей волей, каждый шаг. Вот почему Он на кресте говорит, это полноценная жизнь была. Нам всегда кажется, чтобы для того, чтобы жизнь была полноценной, для этого нужно вот деньжак немножко побольше, нужно, чтобы вот эти люди ко мне нормально относились. Ну что-то они так ведут себя. Я постоянно с этим сталкиваюсь. И не только я. Пасторы всегда соприкасаются с подобными ситуациями, когда приходит кто-то с нуждой и говорит, ну почему вот они, вот почему он, почему она, почему они. Заметьте, мы неправильно представляем себе жизнь. Нужно задать вопрос по-другому, почему я? И тот час, когда вы приведете, или настолько, насколько вы будете приводить свой внутренний мир в состояние гармонии с Божьей волей, вы увидите, как все вот эти люди, которые вокруг, они перестанут играть такую роль. Вы не перестанете быть заложниками их реакции. Это касается всех христиан. Когда-то апостол Павел прожил свою жизнь в конце своей жизни. Он находится в подобной ситуации. Конечно, он не распят, но он находится в тюрьме, из которой он точно знает, он не выйдет. Он знает, что конец его уже близок. И вот он пишет во втором послании к Тимофею, 4 глава 7 стиха, он пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Сузья, в день Он и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Заметьте, апостол употребляет то же самое слово «телео». Течение совершил, то есть completed, довел до совершенства, пришел к вот этой точке, моя жизнь в действительности достигла полноты, полноценности. Но вторая фраза «веру сохранил» помогает нам понять значение первого утверждения. Глядя на пройденный путь, апостол видит свою жизнь, он видит, что она полноценна, и причина этой полноценности заключается в том, что она вся была руководима верой. Что такое вера? Вера – это практически доверие Богу, то есть в каждой ситуации Павел знал, что Бог самое лучшее приготовил для него. В каждой ситуации Павел ищет, что хочет Бог здесь, что Бог говорит об этом, что Бог хочет от меня. И он жил, руководствуясь с верой, и поэтому он, говорит, течение совершил. Кстати, обратите внимание на первую фразу «Подвигом добрым я подвязался». Эта фраза, она включает в себя очень много. Ее проще, если перевести, можно перевести так. «Ну и повоевали мы». Он говорит, хорошо повоевали. То есть его жизнь была далеко не гладкой. Там было очень много всяких разных трудностей. И вот он, пройдя все это, он говорит, повоевали хорошо, но закончили правильно. Заканчиваем правильно. Течение совершил. Почему? Веру сохранил. Вот почему в другом месте, в этом же послании немножко выше. Он говорит об этом же совершенстве применительно к нам теперь. 2 Тимофея 3, глава 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, для того, чтобы человек был совершен, то есть complete, зрелый, полноценный, для этого нужно, чтобы Писание, оно стало инструментом вашего научения, чтобы вы позволили ему обличать вас, чтобы вы позволили ему исправлять и наставлять праведность. Это сделает вас совершенны. Так это первая часть. Я уже вижу, что я не закончу свою проповедь сегодня, перенесу я там в следующий раз, но еще одну часть, вторую, потому что третья часть, основная, там очень-очень много значений вот этого, смысл вот этого, этой фразы или слова совершилось. Вот, ну давайте на вторую все-таки посмотрим немножко. Значит, первое, что включает в себя слово «совершилось», когда Христос произносит его на кресте? Первое, он говорит о своей совершенной жизни. Он говорит, я прожил совершенную жизнь. Заметьте, это при том, что он говорил, часто ему не было где голову преклонить, это при том, что его гнали фарисеи, это при том, что люди часто хотели получать от него и ничего не давали, это при том, что его оклеветали, в конце концов, и повесили, прибили на крест. При всем этом Иисус говорит «совершилось». Но есть вторая сторона. Иисус говорит «совершилось», потому что в данной точке исполнились все пророчества о страданиях Мессии. Третья часть, о которой мы будем говорить в следующий раз, она касается завершения плана искупления. Это гигантское явление. И давайте-ка мы, наверное, посвятим этому целую проповедь, когда мы придем к этому. Но сегодня давайте посмотрим немножечко на то, что отмечает здесь Иоанн. Иоанн отмечает здесь три ситуации, в которых он подчеркивает, и это исполнилось пророчеством. Посмотрите еще раз 23 стих. «Воин же, когда распяли Иисуса, взяли одежды и разделили на четыре части, каждого воину по части, и хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху». И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим на нем жребий, чей будет. Дальше фраза. «Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Так поступали воины. Вот эта фраза, «Да сбудется реченное в Писании», содержит в себе гигантское дело или явление вообще, с которым мы имеем дело сегодня. То есть, когда мы говорим о Христе, Иисус Христос – это не просто какой-то мудрый человек, который жил в определенной точке истории. Иисус Христос – это Божий Мессия, о Котором было сказано много лет в разных ситуациях, разными людьми на протяжении тысячелетий. Кстати, некоторые люди, они думали даже, что христиане, которые написали Новый Завет, они взяли и подогнали все, подогнали Ветхий Завет под свою модель. Но знаете, что в 1948 году было сделано известное археологическое открытие, так называемые Кумранские пещеры. Кстати, это еще одна интереснейшая точка в Израиле. Там обнаружили свитки всего Ветхого Завета, которые датируются как минимум 100-150, а может быть даже 200 лет до рождения Иисуса Христа. То есть, очень ясны доказательства того, что все это было еще за много лет, десятилетий, до того, когда Христос вообще появился. Но когда мы читаем все эти Ветхозаветные книги, мы удивляемся, с какой удивительной точностью предсказана жизнь, страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот почему Иоанн упоминает это. Здесь он цитирует или ссылается на 21-й Псалом. Вот что сказано в 21-м Псалме. Псалом 21-й, кстати, по-русски это 21-й, по-английски 22-й. У меня здесь ошибка, если включить сейчас. Здесь 21-й должен быть. Псалом 21-й. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей и бросают жреби». Друзья мои, это Давидов Псалом. Давид умер в 950-м году до рождения Иисуса Христа. 900 лет до того, когда Христос появился. То есть эти слова описаны, в этих словах описан очень яркий портрет того, что происходит. Распятие, казнь через распятие была изобретена примерно 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Когда он пишет здесь, «Пронзили руки мои и ноги мои», он говорит о явлении, которого не делали тогда, в то время. Дальше, когда он описывает, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Это абсолютно зерчайшая картина распятия. Здесь такая деталь. «Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жреби». Друзья, римские войны не считали Ветхий Завет. Римские войны не могли догадаться. «Слушай, а там написано, давай поделим». Мы видим, как все это сходится в божественном провидении, как все это сходится в одну часть. Несколькими стихами ниже мы читаем еще одну ссылку, 28 стих. «После того, Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Это ссылка тоже ссылка на 21-й Псалом, 16 стих. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к перстю смертной». Здесь же он упоминает ссылку на еще одно место в Псалтере, 29 стих. Смотрите, тут стоял уксус, вернее сосуд полный уксуса, «Воина, напоив уксусом губку и наложив на ессоп, поднесли кустам его». Это ссылка на 68-й Псалом, 21 стих. «Поношение сокрушило сердце мое, и я из немог, ждал сострадания, но нет его утешителей, но не нахожу, и дали мне пищу желчь, и в жажде моей напоили мне уксусом». Друзья, и таких пророчеств, которые исполнились в страданиях Иисуса Христа, огромное количество. Вот почему Иисус говорит «исполнилось». Он знал Писание, и Он видел точно все, что должно исполниться, и Он понимал, что вот это исполнилось. Другие евангелисты отмечают целый ряд других точек, которые были исполнены во Христе. Матфея 27,9, «Тогда сбылось реченно через пророку Иеремию, который говорит, «И взяли 30 серебреников, цену оцененного, которого ценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Заметьте, опять ссылка, «Сбылось реченно через пророку Иеремию». Кстати, здесь возникает проблема у некоторых людей. Дело в том, что об этом написано в книге пророка Захарии. Если мы посмотрим это место, следующее, Захария, 11 глава, сказано, «И скажу им, «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебреников». Кстати, в книге «Исход» сказано, что 30 серебреников – это цена раба. Раб стоил тогда 30 серебреников. «И сказал мне Господь, бросик в церковное хранилище, высока цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Почему здесь про горшечника упомянуто? Помните, когда Иуда предал Христа, получил за это 30 серебреников, потом он стал не находить себе места, совесть его судит, и он пришел назад к первосвященникам и бросил им деньги назад и говорит, «Не нужны мне эти деньги, я кровь невинную продал». Знаете, что с ними сделали, с этими деньгами? Они купили землю горшечника на эти деньги. И купили ее для чего? Для того, чтобы отвезти ее под кладбище для каких-то проходящих людей, у которых нет родственников и негде похоронить. Теперь, почему это Захария, а Христос говорит, вернее, Матфей говорит в книге пророка Иеремии? Дело в том, что Писание Ветхого Завета делилось на три части. Помните, закон, Писание и пророки. Книги пророков начинались с книги Иеремии. Иеремия был главным в этой книге, поэтому все книги пророков часто называли, или ссылаясь на то, что, как мы говорим, в Библии написано. В Библии написано, значит, в какой-то из книг Библии. Точно так говорили, у Иеремии написано. Это значит, во всем этом блоке пророческих книг. Евангелист Марк ссылается на книгу пророка Исаии. Марка, 15 глава, 27 стих. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону. Избылось слово Писание, и к злодеям приччен. Он цитирует 53 главу книгу пророка Исаии. Мы еще дойдем до нее. Это очень глубокая глава в связи со смертью Христа. Почему я дам ему часть между великими и сильными, и он будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям приччен был. Друзья мои, это 700 лет до рождения Христа. Смерть Иисуса Христа стала кульминационной точкой в процессе Божьего плана искупления. Как я уже сказал, у меня есть еще очень большая часть о том, чтобы говорить о завершении плана искупления, то есть в Иисусе Христе, когда Он говорит «совершилось», Он говорит о том, что достигнута полнота земной жизни, Его жизни, дальше исполнились пророчества о страдании Мессии. и третье, завершен глобальный план искупления, но это явление настолько большое, о нем нужно говорить отдельно, и нужно немножко больше времени, и поэтому мы подведем итог сейчас того, что мы слышали. Прежде всего, я хотел бы спросить вас, в свете того, что Иисус совершил для нас, в свете того, как Он прожил свою жизнь, каким образом вы можете глянуть на себя и как вы можете оценить, в чем вы видите полноценность жизни. Я знаю, что вы стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь была полноценной. Даже если вы об этом не думаете, даже если вы не признаетесь себе, все равно у вас есть какая-то мечта, у вас есть какое-то желание, с чем связано ваше ощущение, вот получу это – хорошо будет, не получу – будет плохо. Достигну этого – состоится жизнь. Не достигну – не состоится. Давайте попробуем сравнить нашу мечту с тем, чем жил Иисус Христос. Давайте попробуем увидеть в Иисусе Христе вот тот единственно правильный образец, когда Он ориентирует каждое свое решение на то, чтобы оно было согласно с волей Божьей. Мы помолимся сейчас об этом, помолимся, глядя на Иисуса Христа. Давайте преклоним колени, выражая нашу зависимость от Него, наше признание Ему, и попросим у Него силы и помощи для этого. Господи Божий наш, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем стоять перед лицом Твоим. Мы знаем, что это стало возможным только потому, что Ты – великий Создатель Вселенной, Творец неба и земли. Ты проявил Свою любовь, Ты проявляешь ее к нам и сегодня, поддерживая нашу жизнь. Мы знаем, Господи, что то, что солнце всходит, то, что земля вертится, то, что все необходимое есть на земле, то, что сердце наше бьется, то, что мы можем дышать сегодня, это только милость Твоя, это то, что Ты поддерживаешь жизнь, то, что Твои законы управляются этим, Господи. И вот сегодня, когда мы видим Твою спасающую руку, которая протянута к нам в Иисусе Христе, сегодня, когда мы видим смысл и цель жизни, которые Ты вкладываешь в каждого из нас, мы хотим просить милости Твоей, Господи, о том, чтобы мы могли научиться жить так, как жил Христос, чтобы мы научились доверять Христу, чтобы мы научились следовать за Христом. Господи, я прошу Твоей милости к каждому присутствующему здесь. Ты знаешь молодых и старых, Ты знаешь бой каждого, Ты знаешь мечту, Ты знаешь стремление к счастью, Ты знаешь, Господи, куда вкладываются ресурсы, во что направляется жизнь. И сегодня, Господи, мы просим милости Твоей, Господь, помоги каждому из нас увидеть, что Твоя воля благая, угодна и совершенна. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас это стало близким, ценным, дорогим, практичным. научи, Господи, нас жить тем, чтобы быть движенными, желанием исполнить то, что хочешь Ты, чтобы мы могли, подобно апостолу Павлу, когда-то сказать, течение совершил, сохранив веру, сохранив упование на Тебя. Господи, благослови каждого из нас, доверяемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.